Лепка фигур из пластилина. Лепить из пластилина мы с братом стали лет с шести, если не раньше. Лучшим подарком для нас был пластилин. Из него мы мастерили различных зверей и людей. Мы копировали героев книг, мультфильмов и фильмов. Примерно так мы лепили индейцев или простых человечков. Из коричневого пластилина делается тело человека. К цилиндрику приделываем поочередно ноги, руки, голову. Пальцами, прищипывая конец ног, делаем ступни. Из красного пластилина делаем набедренную повязку. Из черного пластилина лепим волосы. Потом делаем глаза и рот. При лепке использовался не только пластилин. Например, мы могли подобрать с земли камушек. И облюбив его пластилином, сделать человека. Это, как правило, не носило системного характера. То есть мы не приносили кучу камней и не делали из них целую армию. Но были и исключения из-за этого правила. Так мы как-то нашли цилиндрики от развалившегося подшипника и притащили их домой. Приделали к ним головы, налепили ручки из пластилина. Получился небольшой отряд. Также для лепки мы могли использовать, например, побока-табрикоса. В данном случае лепим черепашку. Делаем голову, ласты, хвост из черного пластилина. Белым делаем две точки, имитирующие глаза. Но все же в основном мы лепили фигурки целиком из пластилина. Лепка коня. Используется черный пластилин. Делаем колбаску. Сгибаем ее так, чтобы получить голову, шею и тело, состоящие из единого куска пластилина. Вытягиваем из зада коня хвост, а из шеи с щипательными движениями пальцев вытягиваем грил. Потом делаем четыре равных куска пластилина. Скатываем их в цилиндрики. Это будут ноги коня. Крепим их к телу. Проверяем, чтобы они были одинаковыми, по длине и ширине. На коня сажаем всадника. Эта фигурка сделана из белого пластилина. Как делать доспехи и оружие, расскажу в следующем видео. Лепим лесу. Техника та же самая. При работе мы почти никогда не использовали каркас. Его можно сделать из проволоки. Он будет поддерживать фигурку, и она не будет ломаться под воздействием жары и собственного веса. Делаем в нашей лисе мордочку с носиком, глазками, ушками. По той же технологии лепим волков. Из желтого пластилина делаем зайцев. В детстве в коробках пластилин редко был белый цвет. Поэтому зайцев мы делали из наиболее близкого по цвету желтого пластилина. В принципе, мы знали, что зайцы имеют белую и серую окраску меха. Но почему-то было принято у нас, что зайцы желтые и белые. При этом зайцы делались нами иногда сидячими. Стандартов в размерах фигурок у нас не было. Мы могли слепить крохотную мышку и тут же слона из цельного куска пластилина. При этом чем взрослее мы становились, тем все более и более стандартизированными становились наши фигурки. Выходя на определенный средний размер. Вот эти волки и лисы наиболее оптимальный размер для данной игровой системы. Мы старались использовать все цвета пластилина на создание своих фигурок. Из зеленого делали лягушек. Они могли быть Т-образной формы или четвероной. Также порой делали мы настоящих солдатиков. Вот советский солдат. На голове у него пилотка. На поясе ремень. На ногах сапоги. Из синего делали моряков. Примерно аналогичная конструкция. Довольно часто фигурки изображали реальных героев мультфильмов и фильмов. Например, вот так выглядела черепашка-ниндзя. Это, конечно, современная реконструкция. Но в детстве мы лепили примерно их так же. Если вы будете сами лепить фигурки, то наиболее подходящим для этого будет серый скульптурный пластилин. Он достаточно жесткий. И поэтому фигурки лучше держат форму. Есть и другие цвета скульптурного пластилина. Но он более мягкий. Обычный детский пластилин довольно мягкий. И порой чересчур даже. Из него трудно лепить. Фигурки буквально разваливаются в руках. И тем более после того, как ты ее сделаешь. Пластилин такого качества видно издалека, еще до того, как взял его в руки. Коробка, в которой он лежит, будет пропитана жиром. А сам пластилин скользкий на ощупь. Поэтому, если нужен цветной пластилин вам, то купайте тот, который продается в картонных коробках. И на упаковке нет жирных пятен. Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарен. Жми сюда и смотри интересные видео. Не забудь поставить лайк. Подписаться на канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok